То есть БРИКС есть чем дать мировому финансовому рынку, потому что Индии, Китаю, Россия и Бразилия есть что дать миру. И мне кажется, это был бы большой пример и стимул. И мне кажется, это вдохновило многих финансовых рынков, потому что Юго-Восточные Азии финансовые рынки, они не политизированы, как я понимаю. Их не интересует политическая взгляды какой-то аквардленно страны. Их инвесторов интересует четкая позиция в этом рынке. Ресурсы, трудовые ресурсы, наукоемкая позиция, инновации. И чтобы их деньги не затерялись и работали по благо во всем. Конечно, по законам, мне кажется, и Бразилия, и Россию, Китай сравнить невозможно, потому что каждая страна свои законы, свои конъюнктуры, как свои правила. И руководители последние 5-6 лет уже активизировались в этом формате. Мне кажется, это будет новый какой-то вызов. И этот вызов, мне кажется, и есть будущее этого вызова. Я этот вызов поддерживаю, потому что я вот своих партнеров тоже в Африке такой проект предлагаю. Давайте объединить через объединение, только надо побеждать. Одному сейчас в таком рынке, в таком мире, мне кажется, это слишком было бы несерьезно, я так думаю. Хотя тоже мое мнение, что, может, одиноким государством тоже выгодно одному быть на рынке, например, Соединенных Штатов в Америке. Хотя они тоже союзники всегда добивают, прибивают, кричевают кого-то союзники, ругают, если ты не хочешь союзникам. То есть это тоже оттуда идет. Мне кажется, в РИКСе есть что есть, и у них есть большое будущее. А Россию надо активно вовлечь в этом. Что дать? Не только ресурсы дать, инновации дать надо. Столько у нас талантливых людей. Казахстану тоже надо вовлекаться в этом. Нельзя оставаться на стороне. Мы тоже большой рынок, мы миру даем зерно. То есть сельхоз у нас, агропродовольствие у нас самое серьезное вовлечье в этом. Кроме нефтегаза, кроме металлургии у нас тоже есть свои направления. Чем мы можем дать, как бы, да, и в мировом рынке свое место. А БРИКСе есть свое место. Продолжение следует...